В Абхазии набирает рейтинг горячо обсуждаемый новый проект закона о внешнем виде людей, появляющихся вне пляжных зон, в неподобающем для горожан виде. Речь идет о внешнем виде, как правило, туристов, пересекающих городские кварталы по пути к морю или наоборот, либо в купальных костюмах, либо с оголенным торсом. Этот закон был поддержан большинством парламентариев в первом чтении и ожидает сейчас незначительные доработки и принятия. Несмотря на то, что закон еще не действует, обсуждают его достаточно бурно. Нам удалось поговорить с инициатором такого законопроекта. Речь идет о бюлентарной этике. Я думаю, что это безобразие должно прекратиться. Они ходят по городу в купальных костюмах, причем в современных купальных костюмах. И на замечания, которые делают местные жители, приводят к ссорам, иногда к потасолкам, до административных и уголовных дел доходит дело, к сожалению. И в связи с этим я лично провел такой блиц-опрос с населением. Но мы пришли к заключению, что такую поправку в законодательстве необходимо вводить. Какое бы ни было у них нервоззрение, я больше чем уверен, они в своем родном городе так не ходят. Закон вполне адекватен и существует во многих популярных туристических местах планеты. Во всех странах, курортах мира это имеет место быть. И думаю, Абхазия тоже не исключение. Закон будет предусматривать штрафные санкции к тем девушкам, которые позволяют себе в городской черте появляться в открытых купальниках, и к молодым людям, которые будут прогуливаться с открытым торсом. Касается данная мера как туристов, так и местных жителей. Размер штрафа определяется тремя сотнями рублей, но во время доработки может и упраздниться до предупреждения. Я думаю, что это немного. Я знаю о том, что в Геленджике, знаете, тоже курорт, да и в Питере такие штрафы есть, но они измеряются от тысячи до полутора тысяч рублей. Ну, в принципе, можно ограничиться там, знаете, табличками соответствующими, да. Ну, практика показала, что это особо не работает. Естественно, появилось немало противников этого законопроекта, которые утверждают, что введение таких мер может отрицательно сказаться на посещаемости курортов республики. Но есть и горожане, которые четко заявляют свою позицию. Я за. А почему, можете сказать? Ну, что надо немножко соблюдать менталитет людей, где ты находишься. Не каждый здесь правильно понимает все это, вы понимаете? Извините, мы же не можем к вам куда-нибудь приезжать в голом виде. Надо соблюдать. Немножечко прилично. Там закрыть, здесь при закрыть. Чуть скромнее. Телевидение, милевидение, но немножечко. Это уже идет от семьи. Так, в семье ты вопрос поставишь. Ну, дети сейчас тоже, знаете, молодежь разная, все слушаются. Но все же стараемся придерживаться закону. Ну, я считаю, что просто если они заходят в общественные места, в магазины, там, в купальниках, то это неприемлемо. А так, в пляжной зоне, пожалуйста, я такого мнения. Бывает такое, что по городу они ходят, по румкам ходят в купальниках. Лично я неоднократно это видела, но, честно говоря, неприятно иногда. Да. Полностью поддерживаю. Полностью. А почему? Ну, это не в нашей менталитете, ребята, поймите. Ходить с ангбоноженным торсом. Уже мы все от этого возмущаемся. Ну, не принято у нас здесь. Это все-таки в Кавказе. По поводу того, что может начаться неправильная работа милиции, инициатор проекта замечает. Возможно, это будет иметь место, но для того, чтобы пресекать такие действия сотрудников правоохранительных органов, необходимо работать этим ведомством, руководству этих ведомств, правильно инструктировать. Данный проект окажет положительное действие на имидж и туристическую привлекательность страны в том случае, если несколько ведомств будут работать правильно. Надо приводить в порядок все структуры, все подразделения, все сферы нашей жизнедеятельности. И все должны работать, все должны быть задействованы. Не только в этом направлении, вообще во всех сферах. А именно, какие зоны конкретно, это, я думаю, что определяют депутаты местного собрания. А чтобы понять, что же такое пляжная зона, выходя за пределы которой турист может непреднамеренно нарушить закон, мы обратились в управление по архитектуре. И на примере столицы попросили наглядно разъяснить этот момент. Тем более, что Сухум только частично может считаться курортом. Из-за присутствия на береговой линии и пляжных, и промышленных зон, и даже городской черты. Которой является набережная Махаджиров, построенная не для купания. От крепости до поворота. Детский сад, вот детский сад, до детского сада. Это пляжная зона. Дальше идет промзона, была, сейчас не знаю что. А потом после атолла следующая идет пляжная зона. Так она и называется, потому что там пляж, там люди купаются, они туда должны подойти. Они же, ну, не будут же в ватниках ходить. Дальше уже городская черта. И потом, начиная от санатория МГО и ПВО, вот дальше, вот туда, до реки Келосур, это все пляжная зона. А там она ограничивается железной дорогой, вы сами знаете.